Друзья, приветствую вас на своем канале, посвященном необычным историям. Сегодня я расскажу о 83-летнем деде, который погубил целый батальон фашистов, что, мягко говоря, нетривиальная задача. За этот благородный поступок ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Учитывая, что этот дед родился в 1858 году, он стал старейшим по дате рождения Героям Советского Союза за всю историю. Его имя было Матвей Кузьмин. Ну а как все произошло, расскажу дальше. Меня зовут Дмитрий Скоков. И если вы еще не подписались на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропустить ничего интересного и заодно помочь мне в его развитии. История эта произошла в середине февраля 1942 года в Псковской области около Великих Луг. В период, когда только закончилось контрнаступление советских войск под Москвой, отбросившее немцев от столицы и давшее понять, что Блицкрига не будет. В колхозе Рассвет расположился один из батальонов немецкой горно-стрелковой дивизии, находившейся в округе. В один из дней батальону пришел приказ перейти в наступление и зайти в тыл советских частей, расположенных неподалеку. Но местность вокруг была густо заросшая лесом, в условиях снежной зимы практически непроходимая. Нужен был хороший, знающий местность, надежный проводник. И тут вспомнили про местного охотника Матвея Кузьмина. Когда фашисты только пришли в деревню, командир подразделения предлагал живущему обособленно от односельчан старику стать старостой. И хотя тот отказался, попал на заметку как человек, потенциально полезный в будущем. Матвея позвали в комендатуру и предложили простой выбор. Или ты нас ведешь секретными тропами в тыл к советским солдатам и получаешь деньги и хорошую охотничью винтовку марки «Три кольца» или мы тебя сейчас расстреляем. Озадаченной постановкой вопроса дед, чуть подумав, попросил увеличить сумму и вдобавок половину выплатить заранее. Это обрадовало простодушных фашистов, решивших, что вот он, нашелся настоящий качественный предатель, готовый за стопку бумаги продать родину. И они отправили Матвея Кузьмича готовятся к вечернему отправлению. По пути к дому кто-то из односельчан пригрозил пустить ему красного петуха за согласие помогать фашистам. Но старик на это никак не отреагировал. Зато, придя домой, сразу куда-то отправил 11-летнего внука Васю. Вечером проводник и подразделение немцев покинули деревню. Всю ночь он ввел фашистов по одному ему известным тайным лесным тропам, чтобы застать врасплох советских солдат. При этом, судя по тому, что расстояние в шесть километров они шли всю ночь, ввел их самыми длинными и запутанными маршрутами. Для того, чтобы утомить и выиграть время. Наконец, на рассвете они вышли на какую-то опушку. Дед Матвей сказал «ну вот и пришли». Вымотанные после долгого перехода фашисты расслабились и приводили дух, когда с нескольких точек по ним начали бить пулеметные очереди, сея смерть и панику. Убитые они падали на снег, а Матвей Кузьмич стоял посреди этого буйства смерти и кричал, чтобы его не жалели, били врага плотнее. В немецкого же командира он швырнул полученные за свои услуги купюры, со словами, мол, хотели купить старого Матвея, и был им тут же застрелен. Командир фашистов это не спасло, прожил он всего на несколько секунд дольше, чем суровый старик, и был убит бойцами советской армии. Впоследствии разведчики, собирая документы с мертвых фашистов, нашли при нем недописанное письмо, в котором он радовался, что смог подкупить старика и что русские в этом плане такие же, как и все остальные, ради денег готовы на все. Похоронили деда с воинскими почестями, как офицера. Вот так вкратце описал подвиг Матвея Кузьмича Кузьмина, писатель Борис Полевой, который, напомню, написал повесть о настоящем человеке, и множество других рассказов о Великой Отечественной войне. Но в реальности все было немного иначе, и об этом рассказывали потомки героя. Когда немцы подходили к деревне Куракино, Матвей Кузьмин со своей семьей, следуя приказу об эвакуации мирных жителей, двигался по дороге к соседней деревне Першино. Там их и встретили фашисты. Сначала они хотели, чтобы их проводил до Першина 33-летний сын Матвея, Василий. Но Матвей Кузьмич схитрил, сказал, что у сына не все в порядке с головой, и поэтому его не взяли в армию. И сам вызвался проводить гитлеровцев. А сына втихую отправил предупредить наших бойцов. Хотя на самом деле Василий остался работать на вагоноремонтном заводе из-за того, что у него была бронь, как у отца четырех детей, а не из-за того, что у него были какие-то проблемы с головой. В рассказе Полевого Василий, кстати, назван внуком. Возможно, для большей драматичности. Ну или потому, что он был невысокого роста. Похоронили Матвея Кузьмича тоже не так, как описывалось в рассказе. После того, как Василий привез его с места гибели на санках, тело довольно долго хранили в огороде, присыпав гроб снегом, и положили в землю только весной, после того, как она оттаяла. Когда в шестидесятые годы другой сын Кузьмина Алексей заехал к Полевому и спросил, зачем он столько вокруг подвига отца напридумывал, тот ответил, что, мол, это не документалистика, а художественное произведение. И он имел право излагать так, как захочет. 24 февраля, через 10 дней после того, как все произошло, о подвиге сообщило Советское информбюро, что 83-летний Матвей Кузьмич Кузьмин 14 февраля 1942 года в районе Малкинских высот повторил подвиг Ивана Сусанина, выведя батальон 1-й горнострелковой дивизии немцев на засаду наших войск. В ходе боя большинство фашистов было уничтожено, остальные взяты в плен. Проводник погиб. 9 мая 1965 года Матвею Кузьмину было присвоено звание Героя Советского Союза. На станции метро Партизанской в Москве стоит посвященная ему скульптура, работа известного скульптора Матвея Манезера. Напишите в комментариях, как вы думаете, нужно ли было приукрашивать этот подвиг и стал бы он менее великим без подробностей дописанных Борисом Полевым. Такая вот история, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Пока!